Нереально. Мне очень понравилась коллекция. Хочет показать наших местных дизайнеров. Каждый раз особенно просто. Цвета просто идеальные. У нас, конечно, в семье сегодня очень большой праздник. Я волновалась. Шикарная работа. Это только начало. Я нашла себя, это моя жизнь. Наверное, это любовь. Теплые фисташково-желтые тона, непревзойденная грация, утонченность и безусловный вкус. Каждая из 15 моделей коллекции под названием «Александра. Весна-лето 2021-2022». Дизайнера-модельера Тины Казанцевой представляют собой стильную одежду. Как для яркой повседневности, так и готовый вечерний образ. Ее дебютный фэшн-показ в эти дни прошел в выставочном зале галереи «Бонумфактум». Современно и в то же время словно красной нитью в каждой работе читается восточный мотив. С самого детства, будем говорить так, я хотела шить, я хотела моделировать. Я хотела рисовать разные модели, и чтобы воплощать их в жизнь, чтобы носили это девушки, чтобы их это подчеркивало фигуру. Я изначально эту коллекцию разрабатывала от эскизов до конечного уже итога. Сама полностью отшиваю модели, то есть без чьей-либо помощи. От этого показа я ожидаю дальнейшего своего роста, так как я нашла себя, это моя жизнь. Акцент на кружево, прозрачные вуали поверх плотной основной ткани наряда, местами минимализм, на фоне которого завораживающий орнамент. Интересная трансформация от короткого к длинному. Одним словом, каждая работа подчеркивает лишь достоинство и индивидуальность прекрасной половины. Коллекцию можно назвать универсальной, среди 15 нарядов обязательно найдешь то самое, которое подходит именно вам, независимо от фигуры. Нереально, мне очень понравилась коллекция, очень это платье, и все остальные были просто прекрасные. Цвета просто идеальные. Шикарно, эти оттенки, во-первых, очень актуальны. Каждый индивидуально по-своему, каждый особенный просто. Безупречно вписались в коллекцию две модели «Мама и дочка». Вот она шагает по подиуму, та самая, которая вдохновляет свою маму, Тину, Александра. Собственно, в честь нее и названа вся коллекция. А малышка, несмотря на свою модельную уверенность, признается, волновалась жутко. Мне было немножечко страшно. Я волновалась, когда выходила. Думала, что никому не понравится, как я иду. Но я потом просто поверила в себя и вышла как модель. В интервью с журналистами дизайнер не перестает повторять и благодарить за вдохновение дочь, за поддержку маму и супруга. Она мне сказала, мама, я буду поступать в институт Бигзода. Она поступила, ну, к сожалению, не на дизайн одежды, а на книжную графику. Ну, у нее были такие задатки. И шить хотелось, и она занималась коваными изделиями. И пять лет тому назад, она говорит, все-таки я остановлюсь на дизайне одежды. И тихонечко для себя начала рисовать модельки. У нас, конечно, в семье сегодня очень большой праздник. Ну, очень долго готовились, очень много потрачено усилий, приложено. Впечатления, конечно, только положительные, все отлично, в груди удалось. Три, четыре, пять, шесть, семь, тоже мама, дочка, шесть, семь, восемь, девять. Яркой изюминкой мероприятия стал розыгрыш среди гостей одного наряда. Счастливая обладательница выигрышного платья предпочла подарить его самой модели, которая его демонстрировала. Можно так сделать? Аплодисменты! Было очень красиво, особенно цвета безумно сочные, красивые. Именно летние. Это только начало у нее. Я надеюсь, что дальше уже будет еще продвижение и успехов в ней. Показ для дизайнера – это не просто красивое мероприятие. Аплодисменты, цветы – это своего рода экзамен перед наставниками. Она пришла уже, имея базу. Буквально за три месяца, она неделю пять раз, по четыре часа каждый день ходила. Ни разу не пропустила урок. И вуаля! Через два года вот показ мод. Я очень рада присутствовать в фэшн-показах наших местных дизайнеров. И всегда радуюсь за их успехи. Показ прошел, думаю, на ура. Было очень свежо, ярко, красиво, модно и актуально, что немаловажно. Тина у нас большая молодец. Желаю ей успехов, удачи и семейного счастья. Так как сегодняшний показ был вдохновлен ее семьей, дочкой. Я желаю ей всего самого наилучшего. Создать мою любимую человеку, который меня поддерживает, который рядом со мной всегда. Спасибо за внимание. Вы можете у нас получить мою вдохновение. Спасибо.